Патриарх Московский, вся Руси Кирилл, призвал всех верующих принять участие в выборах президента России в марте 2018 года, сообщает РИА Новости. Я бы хотел призвать всех, в том числе и православных, у которых иногда возникает сдержанное отношение к самим выборам, принять участие в выборах. Мы обязательно должны принять участие для того, чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны. Я надеюсь, что архипастыри и пастыри нашей церкви поддержат меня и обратят свой призыв к своей пастве быть активными, в том числе и в предстоящую кампанию по избранию президента Российской Федерации, сказал Патриарх. Я хотел бы еще раз озвучить позицию нашей церкви. Церковь имеет паству, которая придерживается разных политических взглядов, и люди будут по-разному голосовать. Церковь никогда не определяет своей политической позиции, которая могла бы быть растолкована как поддержка или не поддержка той или иной политической силы, заявил предстоятель РПЦ. По его словам, в этом заключается важная роль церкви в современном обществе, так как выборы связаны с соревновательностью, которая несет в себе энергию разделения партикулярности. Церковь для всех, ее чадо в разных партиях, ее чадо занимают разные позиции, она для всех, подчеркнул он. А вот смотрите, весной 1990 года умер патриарх Пимен. Вы тогда были назначены временным местоблюстителем Патриаршего престола, так? Ну, не темчасовым, а взагалі местоблюстителем. До избрания нового патриарха. И помнится, вас еще назначили главой комиссии по похоронам патриарха Пимена. А в те времена это, знаете, было как, ну вот, кто возглавляет комиссию по похоронам генерального секретаря ЦК КПСС, тот следующий генеральный секретарь. А кто главный на похоронах патриарха, тот следующий патриарх. Но вот в итоге избрали другого человека, Алексей Второй был избран патриархом. А вот все-таки, если бы Бог распорядился иначе, если бы вы стали патриархом, вот как бы вы тогда отнеслись к стремлению Украинской Православной Церкви отделиться от московской патриархии? Когда я был местоплюстителем, то я молился Богу и хотел, чтобы мне выполнялась воля Божия. Если Богу угодно, чтобы я стал московским патриархом, я готов был нести этот хрест, потому что патриархство – это тяжкий хрест. Я готов был нести и московский патриарх, и хрест, если Богу угодно. Но Богу не угодно было бы, чтобы я стал московским патриархом. И тому я спокойно, без всяких хвилювань, передався, как местоплюститель все права обранному патриарху. И не жалкую. Так, а если бы все-таки вы стали патриархом, вот как бы вы отнеслись к стремлению Украинской Церкви обрести независимость? Ну, я не могу сейчас сказать, как я бы, но я бы поступал по правде. А правда была бы за Украиною. Потому что она стала державой. А когда выбрали патриарха Алексея, то тогда еще Украина входила в Российский Союз. Значит, Господь готувал мне ищий хрест. А вы знали Алексея Второго лично, я так полагаю? Звичайно, всех знал. И Кирилла знаю, знаю добрый, и Алексея добрый знаю. Всех знаю. Потому что мы же разом были в Священном Синодии. Как же я не мог знать? Вот мне тоже приходилось встречаться и брать интервью у покойного Алексея Второго. Он производил впечатление человека достаточно либерального. И, скажем так, видимо, сказывалась его жизнь в, так сказать, буржуазной Эстонии, в независимой Эстонии, где прошло его детство и юность. Европейский человек, мне казалось, он был в каком-то смысле. Почему он занял такую непримиримую позицию по отношению к вашим попыткам обрести независимость, объявила вас раскольником, отлучила церкви и так далее? Чему? Я вам відповім чему. Потому что это не от него залежало. А от кого? А залежало от государства. Так же, как и сейчас, не от Кирилла залежит, а залежит от Путіна. Потому что церква в Росии находится в подпорядковании государства. И она подпорядкована государства с часа патріарха Никона. А вот когда Никон был патріархом, то тогда церква была независимой от государства. И вот при патріархе Никон, как вы знаете, ишла борьба между царем и патріархом. И перемег царь, и подпорядковал церкву державе. А Петро I взагалі патріархиство ліквідував. И только в 1917-му році відновили патріархиство. А так церква была департаментом держави. И вы считаете, что сейчас это вернулось? Российская церква в таком же стане находится и зараз. И в радянських часах было подпорядковано державе. И зараз в таком. Чого нема в Україні? Слушайте, раз вы знаете нынешнего московского патріарха Кирилла, вы не дадите мне соврать, что если даже сравнивать его с покойным Алексеем Втором, он раньше славился еще большей либеральностью, еще большей, так сказать, прозападной ориентированностью. Его даже, по-моему, одно время, не то чтобы сослали, но, в общем, было время, когда он был в опале. И на меня вообще производил впечатление человека совершенно не того, которым он выступает сейчас. Неужели до такой степени они боятся Путина? Справа в том, что это не зависит от патріарха, а зависит от того, в каких условиях поставлена церква в России. И поэтому, если это будет Олексей, или Кирилл, или Петро, или Иван, не имеет значения. Сама церква находится в зависимости от государства. И поэтому она решить таке вопрос, как отокремить свою частину для Украины, не может. Потому что не хочет глава державы. Вот если бы глава державы захотелось бы, то тогда бы церква погодилась. А если бы Путин захотел, чтобы Украинская церковь отокремилась, думаю, что нет. Потому что если бы он хотел, чтобы Украинская церковь отокремилась, то он бы войну не начинал. А так, начав войну за Украину, хочет приедать. И никогда этого уже не будет. То есть, вы считаете, что стремление Украинской православной церкви отделиться от московской патриархии было одной из причин войны, которая началась в 2014 году? Нет. То есть, причиной утворения Украинской церкви есть утворение Украинской державы. Вот если бы не было Украинской державы, не было бы и Украинской церкви. Потому что Украина давно уже борется за автокефалію. И двичи она эту автокефалію отримала. И двичи держава знищивала. В 1921 году она проголосила автокефалію. А в 1930 году держава знищила. Під час німецкой оккупації знову была проголошена автокефалію Украинской церкви. И знову та же самая радянская влада знищила. И поэтому история свидетельствует про это. А ось теперь, когда Украинская держава стала местной, то в цей державе и выникла Украинская автокефальна церква. И мы вірим, твердо вірим, что будет держава и будет Украинская церква. А как у вас с государством складываются отношения? И все. И не карают их. Ну пытаются иногда. Порядок хотят навести, но демократию украинский народ бережет. Потому что у нас в гимне, мы спеваем, душу и тело мы положим за нашу свободу. То для украинцев мает великое значение демократия и свобода. Ну а когда другие президенты, кстати, нынешний президент, он стал прихожанином Киевского патриархата? Раньше он был прихожанином Московского патриархата. А сейчас Киевского. Вы с ним на эту тему говорили? Ну я знаю, что он отведает Володимирский собор на Різдво, на Пасху, там инший свято Михайловский собор. Но он же президент Украины, а в Украине есть и Московский патриархат. То он и Московский патриархат не чипает. Не так, как в Крыму або на Донбассе. А вот на Донбассе и в Крыму Киевский патриархат заходится в Пидпилье. Ну, там ведь вы провозглашены раскольниками, еретиками, бог знает кем. Так, так, мы и тут раскольники. Вы имеете в виду для московского патриархата, который продолжает здесь действовать? Да, да. Слушайте, а какие у вас отношения? Ведь у вас вроде были нормальные отношения с покойным митрополитом Владимиром. Нормальные. У нас и нормальные отношения с Ануфрией. Да? Да. Мы встречаемся на загальных таких мероприятиях, когда президент запрошу, або всеукраинские рады церков. Мы же разом принимаем решения. И нет у нас никакой выраженности. Нет, ну, опровергните это, если это не так. Но когда был жив митрополит Владимир, ходили упорные разговоры о том, что между вами есть некий диалог, что вы обсуждаете, встречаетесь, скажем так, неофициально в частном порядке, обсуждаете проблемы преодоления раскола и так далее. Значит, когда был живым митрополит Владимир Сабадан, у нас начался диалог между киевским патриархатом и московским патриархатом в Украине. Но когда Москва узнала, что диалог начался, то митрополиту Владимиру заборонили. Это проводит диалог. Но он хотел, чтобы мы... Но диалог мы запланировали напрямую объединение в одну автокефальную церковь. Не для повернения в московский патриархат, а для объединения и утворения в Украине однией православной церкви. То есть покойный понимал, что это необходимо сделать рано или поздно? Разумеют, все архиереи московского патриархата в Украине, разумеют, что рано чи пиздно, а вони будуть в киевском патриархате. И даже некоторые из них говорят так. Филарет до митинга пошел прямой дорогой, а мы приедемо до того же, только околицами. Так архиереи некоторые говорят в Украине. Продолжение следует...